Всем привет! Вы на развлекательном канале ГАЗ, меня зовут Алекс Кокос и это третья часть пасхалок Gravity Falls. Кстати, спасибо всем, кто помогал мне с поисками. Думаю, эта часть будет последней. Но перед этим хочу вам посоветовать канал наших друзей LANDV. Очень крутые чуваки, кстати, и сам смотрю каждый их видос. Снимают они шоу по уличной магии, оригинальные пранки, топы и многое другое. Зайди и удивись. Но теперь выпуск. В 20 серии первого сезона на заднем плане можно заметить Диппера. Скорее всего, это его третий или четвертый клон, которые так и не вернулись. А также в 5 серии второго сезона на втором этаже опять можно заметить клона Диппера. В 9 серии второго сезона за мусоркой можно заметить двух парней из группы пару раз, которых Мейбл отпустила на свободу в 17 серии первого сезона. В 13 серии второго сезона на кассовом аппарате написано «Билл», но этому есть вполне логичное объяснение, ведь в переводе с английского «Билл» — это счет. В 12 серии второго сезона в комнате Стэнов можно найти журнал с лицом Алекса Хирша с надписью «ВУХ». В 12 серии первого сезона ребенок одет как террорист из КС-1.6. В 19 серии первого сезона в воспоминаниях Зус открывает дверь и видит, как Стэн вводит код. Вот только если присмотреться, то этот код неверный. Это хорошо видно, скажем, в 11 серии второго сезона. В 8 серии первого сезона ломается ящик, но без потолка. Скорее всего, это просто ляп. В 13 серии второго сезона можно заметить еще один ляп разработчиков. У Форда пять пальцев. В 6 серии второго сезона есть отсылка на американского кинопродюсера Рэя Харрихаузена, а также на его пластилиновое творение. В 5 серии второго сезона аниматроники и вообще вся эта шумиха с тем, что они обезумели, отсылка не только к играм Five Nights at Freddy's, но и к реально существующей пиццерии Showbiz Pizza Place. В заставке череп похож на голову Лича из мультфильма «Время приключений». Об этом можно судить по челюсти и обломанному левому рогу. Во второй серии второго сезона перевертыш превращается в Грута из «Стражей Галактики». Довольно забавная вещь. В заставке, когда отваливается буква «С» и слово «Мистери Шаг», получается «Мистери Хак». Перевернутая «С» смахивает на цифру 2, которая по-английски читается «Ту». Если соединить все это, то получится «Хак Ту Мистери», то есть взломать тайну. Скорее всего, это не имеет абсолютно никакого смысла, но мне показалось довольно интересным. В оригинальной версии мини-эпизода «Зуб», когда близнецы гребут от монстра, летающая голова остров говорит Если прокрутить задом наперёд, то получится В 20-й серии первого сезона из «Гидона» выпал топор, которым был убит восковой Стэн. В заставке можно заметить фотографию Алекса Хирша. В 3-й серии первого сезона есть отсылка к Терминатору, когда восковая фигура показывает одобрительный жест. В 1-й серии первого сезона «Гномы связали Мейбл», это отсылка на Гулливера, которого связали Лилипуты. В 18-й серии первого сезона «Комар в смоле» это отсылка к парку Юрского периода. В 19-й серии первого сезона часть заклинания, при помощи которого Диппер, Мейбл и Зуз лезут в разум Стэна, переводится как «Начало Нолана переоценено». Сама серия является отсылкой на фильм Нолана «Начало». В 14-й серии первого сезона Мейбл говорит, что Стэн пишет роман «Крёстный дядя». Он рассказал вам о герое своего нового романа, который называется «Крёстный дядя». Судя по всему, это отсылка к «Крёстному отцу». В 8-й серии первого сезона на банкноте можно заметить Билла Шифра. В 1-й серии первого сезона у Мейбл висит плакат Джастина Бибера. В 16-й серии первого сезона на одной из помад, тушей или что-то такое можно заметить Билла Шифра. В 8-й серии второго сезона камуфляж Блендина показывает особняк Норт-Вестов, полицейский участок и вид на море в Нью-Джерси. В 4-й серии второго сезона Вечно Орущая Голова похожа на Дрогу из Игры Престолов. Кепка Дипера похожа на кепку Клементины из игры The Walking Dead. Стэн, Шериф и Сергей носят одинаковые медальоны. В 12-й серии второго сезона Хижина Форда такая же, как игрушечный домик из его детской комнаты. Бойсбенд пару раз отсылка к реально существующей группе того же плана One Direction. Малыш Гидеон отсылка к сериалу Менталист, а точнее к его главному герою Патрику Джейну. По сюжету Менталиста главный герой в детстве зарабатывал тем, что изображал из себя телепата в передвижном шатре вместе с отцом. Плюс образ малыша Гидеона, голубой костюм, светлые волосы, также прямой намек на Патрика Джейна. В первой серии второго сезона Зуз говорит о сериале Обчиханные домохозяйки. Пародия на сериал Отчаянные домохозяйки. Обчиханные домохозяйки! В восьмой серии мультика Силом зла придет звезда есть очень похожий отпечаток ладони, что и на дневниках в Gravity Falls. Вот только с пятью пальцами. В одиннадцатой серии первого сезона Черепаха-Единорог, на которой стоят шахматы, очень похоже на непонятное существо из заставки Финос и Ферб. В двенадцатой серии второго сезона есть символ, отсылающий к девятой серии второго сезона мультика Вселенная Стивена. В пятнадцатой серии первого сезона есть отсылка к фильму Освободите Вилли. У Диппера на лбу есть родимое пятно в виде ковша Большой Медведицы. Неофициальное название этого созвездия на английском – Big Dipper, за что он и получил свое имя. Кстати, интересный факт – у Алекса Хирша есть друг, у которого были прыщи, и он постоянно чертил по ним созвездия. И как-то раз на лбу появилась идеальная медведица. На этом все. Кстати, если вы хотите продолжения, то кидайте найденные вами пасхалки Gravity Falls в специальное обсуждение в нашей группе ВКонтакте, ссылку на которую вы найдете в описании. Всем спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч! Всем привет! Вы на развлекательном канале ГАЗ. Меня зовут Алекс Кокос, и это третья часть пасхалок Gravity Falls. Кстати, спасибо всем, кто помогал мне с поисками. Думаю, эта часть будет последней. Но перед этим хочу вам посоветовать канал наших друзей – L.A.N.D.V. Очень крутые чуваки, кстати, и сам смотрю каждый их видос. Снимают они шоу по уличной магии, оригинальные пранки, топы и многое другое. Зайди и удивись. Но теперь выпуск. В 20 серии первого сезона на заднем плане можно заметить Диппера. Скорее всего, это его третий или четвертый клон, которые так и не вернулись. А также в 5 серии второго сезона на втором этаже опять можно заметить клона Диппера. В 9 серии второго сезона за мусоркой можно заметить двух парней из группы «Пару раз», которых Мейбл отпустила на свободу в 17 серии первого сезона. В 13 серии второго сезона на кассовом аппарате написано «Билл». Но этому есть вполне логичное объяснение, ведь в переводе с английского «Билл» — это счет. В 12 серии второго сезона и Стэн. В заставке можно заметить фотографию Алекса Хирша. В 3 серии первого сезона есть отсылка к Терминатору, когда восковая фигура показывает одобрительный жест. В 1 серии первого сезона гномы связали Мейбл. Это отсылка на Гулливера, которого связали лилипуты. В 18 серии первого сезона «Комар в смоле» — это отсылка к парку юрского периода. В 19 серии первого сезона часть заклинания, при помощи которого Диппер, Мейбл и Зус лезут в разум Стэна, переводится как «Начало Нолана переоценено». Сама серия является отсылкой на фильм Нолана «Начало». В 14 серии первого сезона Мейбл говорит, что Стэн пишет роман «Крестный дядя». Он рассказал вам о герое своего нового романа, который называется «Крестный дядя». Судя по всему, это отсылка к «Крестному отцу». В 8 серии первого сезона на банкноте можно заметить Билла Шифра. В 1 серии первого сезона у Мейбл висит плакат Джастина Бибера. В 16 серии первого сезона на одной из «В комнате стэнов» можно найти журнал с лицом Алекса Хирча с надписью «Вух». В 12 серии первого сезона ребёнок одет как террорист из КС 1.6. В 19 серии первого сезона в воспоминаниях Зуз открывает дверь и видит, как Стэн вводит код. Вот только если присмотреться, то этот код неверный. Это хорошо видно, скажем, в 11 серии второго сезона. В 8 серии первого сезона ломается ящик, но без потолка. Скорее всего, это просто ляп. В 13 серии второго сезона можно заметить ещё один ляп разработчиков. У Форда пять пальцев. В 6 серии второго сезона есть отсылка на американского кинопродюсера Рея Харрихаузена, а также на его пластилиновое творение. В 5 серии второго сезона аниматроники и вообще вся эта шумиха с тем, что они обезумели, отсылка не только к играм Five Nights at Freddy's, но и к реально существующей пиццерии Showbiz Pizza Place. В заставке череп похож на голову Лича из мультфильма «Время приключений». Об этом можно судить по челюсти и об помад тушей, или что это такое, можно заметить Билла Шифра. В 8 серии второго сезона камуфляж Блендина показывает особняк Норт-Вестов, полицейский участок и вид на море в Нью-Джерси. В 4 серии второго сезона Вечно Орущая Голова похожа на Дрогу из Игры Престолов. Кепка Диппера похожа на кепку Клементины из игры The Walking Dead. Стэн, Шериф и Сергей носят одинаковые медальоны. В 12 серии второго сезона Хижина Форда такая же, как игрушечный домик из его детской комнаты. Бойсбенд пару раз отсылка к реально существующей группе того же плана One Direction. Малыш Гидеон отсылка к сериалу Менталист, а точнее к его главному герою Патрику Джейну. По сюжету Менталиста главный герой в детстве зарабатывал тем, что изображал из себя телепата в передвижном шатре вместе с отцом. Плюс образ малыша Гидеона, голубой костюм, светлые волосы, также прямой намек на Патрика Джейна. В первой серии второго сезона Зуз говорит о сериале Обчиханное домогломанному левому рогу. Во второй серии второго сезона Перевёртыш превращается в Грута из Стражей Галактики. Довольно забавная вещь. В заставке, когда отваливается буква С и слово Мистери Шаг, получается Мистери Хак. Перевёрнутая С смахивает на цифру 2, которая по-английски читается To. Если соединить всё это, то получится Хак to Mystery, то есть взломать тайну. Скорее всего, это не имеет абсолютно никакого смысла, но мне показалось довольно интересным. В оригинальной версии мини-эпизода Зуб, когда близнецы гребут от монстра, летающая голова остров говорит Если прокрутить задом наперёд, то получится В двадцатой серии первого сезона из Гедеона выпал топор, которым был убит восковой Субтитры создавал DimaTorzok